здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван и я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о пикировке рассады как мы уже говорили в наших предыдущих видео есть один из способов выращивания рассады вот таких спонбондовых мешочках которые не требуют пикировки однако же если вы выращиваете рассаду традиционным способом и сеянцев вот вот таким вот образом то конечно ее уже вот в этом состоянии необходимо распикировать задача это несложная но при всем том имеются и свои нюансы что необходимо напомнить для того чтобы сеянцы оставались эластичными и не ломались когда вы их выкапываете хорошо если грунт перед тем как вы начнете пикировку немножечко подсушить тогда влага уходит из сеянца и он делается более эластичным не таким хрупким для того чтобы извлечь сеянцы из этой посудины я использую обыкновенную чайную ложку я ею просто аккуратно от самого дна достаю достаю эти сеянцы то что у сеянца немножечко подорвалась корневая система это совершенно не страшно и томат и перец ее прекрасные баклажан и другие растения восстанавливают при выкопке этих сеянцев необходимо делать сортировку но вот такие плохо развитые слабые сеянцы нужно конечно же удалять от них избавляться выбираем сеянцы самые лучшие с хорошо развитой корневой системы надо ли специально подрезать корешки например у томатов нет специально подрезать их не нужно потому что у томата и так поверхностная корневая система кроме того при пересадке в теплицу вы в любом случае будете заглублять вот эту нижнюю часть для образования дополнительных корней поэтому специально травмировать корни не надо при выкопке они в любом случае немножечко травмируются для того чтобы обогатить корневую систему томатов различными полезными бактериями я использую раствор фитоспорина и вот такого препарата азофит препарат фитоспорин как мы уже знаем содержит бактерии которые борются против грибных заболеваний в том числе у томата а вот этот препарат содержит азотофиксирующие бактерии которые будут помогать обеспечивать азотное питание нашим сеянцам здесь тем что два этих препарата как я исследовал и на опытах показал дружат друг с другом не подавляя друг друга я сделал совместный раствор из этих двух препаратов если у вас есть желание вы сюда можете добавить капельку эпина если у вас есть желание вы можете добавить сюда чайную ложечку обыкновенных дрожжей хлебопекарных или пивных все равно это тоже благоприятно скажется на развитии растений корневой системы для того чтобы обогатить растения бактериями я опускаю вот не отмывая до конца корни корневую систему даже частью стебля в этот раствор подготавливая стаканчики я как вы видите грунт насыпаю не до конца не до самого верха примерно на две трети но в любом случае необходимо оставлять некоторое расстояние сверху для того чтобы обеспечивать нормальный полив и чтобы почва и вода не переливались и не загрязняли наш поддон где мы будем содержать свою рассаду но я делаю еще меньше почвы с тем чтобы понять по мере роста рассады подсыпать грунт ну до верхнего уровня стаканчика за минусом примерно одного сантиметра после того как я извлек и обработал корневую систему я делаю буквально пальцем углубление и сажаем сюда растение томата и заделываю его при этом я заглубляю вот эту вот часть которая называется под семидольное колено вот здесь видите простые листики а вот здесь сложные уже настоящие а это семидольные вот эта часть называет называется под семидольное колено вот я ее заглубляю примерно на половину внутрь она нам даст дополнительные корни и как я уже сказал по мере роста и развития этих сеянцев я постепенно буду подсыпать грунт до семидольных листьев для того чтобы образовались дополнительные корни после того как я высадил рассаду я использую этот раствор препаратов также и для полива это поможет обогатить почву необходимыми бактериями но вот окунание корневой системы гарантирует нам что корневая система будет этими бактериями точно заселена что же касается содержания растений вот в таком вот виде то здесь необходимо напомнить следующее что полив здесь производится только вот сюда в нашу емкость не вверх не не в каждый спонгонтовый стаканчик а вот сюда в емкость и полив необходимо производить только тогда когда вся вода когда наш раствор поливочный полностью из расходуется и стаканчики немножечко подсохнут это позволит избежать образование ленивой корневой системы она образуется в том случае когда у нас идет избыточное увлажнение грунта а нам необходимо чтобы образовывалась хорошая мощная корневая система в этих стаканчиках растения могут находиться либо до их высадки либо если вы посадили ее слишком рано и корни отсюда выросли и проросли вы можете прямо в этом стаканчике пересадить их либо в емкость либо стаканчик спонгондовый большего размера я думаю что данная процедура не вызовет у вас больших трудностей уверен что какие-то из наших советов вам будут полезны и призываю вас подписываться на наш канал нажимайте красную кнопку под этим видео нажимайте на колокольчик делитесь с нами своими секретами своим опытом выращивания рассады ведь всегда могут быть масса нюансов врожденных и опытом и знаниями с вами был русских иван я надеюсь увидеть вас на нашем канале снова всего хорошего